Три, две, один, пять! В Сосновом Бару собрались люди самого разного возраста, однако с одним общим интересом. Каждый из них здесь для того, чтобы поучаствовать во всероссийской акции. Лыжня России проводится в Канске уже 10 лет. Многие из участников здесь не первый раз. Старшие из них отмечают. Очень радует активность среди молодых. Главное, что молодежь, самое главное здесь. Это здорово. Ну и есть в возрасте тоже. У меня есть конкуренты, которые до сих пор обгонять не могу. Одного брата обогнал, а остальных нет. Но они хорошо, они тренируются чаще. Молодые участники лыжной гонкой довольны и даже делают предварительные прогнозы, какое же место смогут занять. Впечатления от пройденной трассы у ребят остались очень яркие. Мне понравилось. Когда я ехал в спуск, там вообще круто было. Я вот не знаю, какое место занял, или 11 или 12. В основном люди приходят сюда не для того, чтобы соревноваться с другими, а проверить свои силы. Большинство людей катаются на лыжах для себя и не являются профессионалами. Участвую второй год. Трасса несложная, подъемов нет. Так, в принципе, гонка прошла ровно. Сильно не было никаких таких моментов. Есть над чем работать. Дальше будем стремиться. На что надеялся, так и получилось. То есть силы еще остались немножко. Ну, я думаю, для меня нормальный результат. К участию допускали не всех. Были возрастные ограничения. Самый младший участник должен быть старше 2011 года рождения. Также требовалось и наличие допуска врача. Однако «Лыжня России» стала поводом встать на лыжи для около 400 жителей Каннска. К сожалению, вот такой, ну, как бы сказать, атрибутики, ну, подарочные, что ли, в виде номеров и шапочек недостаточно. Краевой министерство спорта выделяет нам первые годы где-то 500-600, а в этом году 200. Поэтому удовлетворить всех невозможно. Ну, люди, вот, несмотря на это, приходят не за шапочками, не за номерами, а просто на свежем воздухе получить удовольствие, пробежать. Многие люди пришли на мероприятия, чтобы весело провести свое время. И большинство из них, как мы видим, уже разошлись. Однако оставшиеся ждут оглашения результатов, так как здесь они за победой. Но пустовать победному пьедесталу долго не пришлось. Как только до финиша добрался последний участник, началась церемония награждения. Для организаторов это ключевой момент, когда можно отметить среди победителей перспективных спортсменов, а также посмотреть резерв в лыжном спорте, который есть в городе. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.